Мы продолжаем знакомить вас с новыми участниками проекта «Дружба с заводом». На этот раз наша съемочная группа отправляется в школу номер 14. Здесь учится Кристина, которая мечтает стать блогером. Правда, в классе об этом знают еще не все. Кристиночка, у меня для тебя сюрприз. Я хочу посвятить тебя торжественно в блогеры. В общем, держи. Это селфи-палка, с помощью которой мы снимаем проект «Погода онлайн». И у тебя сейчас будет возможность записать первый в своей жизни стендап. Удивительно, но Кристина справилась с заданием с первого раза. А вот массовка немного растерялась. Пришлось записать второй дубль. Хочу научиться правильно снимать видео и редактировать его. Это мой класс. «Дружба с заводом» – это совместный проект телеканала «Ветта» и предприятия «Лукол» «Перьмнефтьоргсинтез». В этом году мы открыли школу блогеров, где ребята смогут познакомиться с работой нефтяников. А также пройдут мультимедийную пробу под руководством нас, телевизионщиков. Я бы хотела научиться, как себя представлять аудитории, как правильно общаться с людьми, как рассказывать про себя, не волнуясь, и вообще быть на различных массовых мероприятиях, чтобы меня узнавали. Участниками проекта «Дружба с заводом» стали около 40 ребят со всего Прикамья. Увы, мы не смогли посетить наших учеников в отдаленных территориях региона, но в Пермском районе побывали. В Кондратовской школе учится Полина Кожевникова. Полина, привет! Всем привет! Расскажи, пожалуйста, почему ты решила стать блогером? Я решила принять участие в проекте «Школа блогеров», ведь это один из этапов к становлению меня как журналиста. Я очень позитивный и энергичный человек и буду заряжать своих зрителей с энергетикой. Что делают первоклассники в школе? Учатся писать палочки, крючочки. Вот и мы в школе блогеров начинаем с самого простого. Ребята изучают правила продвижения личного бренда. Для того, чтобы стать блогером, нужна смелость. Заключительное правило, кто первый схайпил, того и трафик. А вот во время этого мастер-класса даже самые увлеченные блогеры отложили в сторону телефоны и стали что-то записывать в блокнот. Как создать живой текст, рассказывают Ира Новгородцева и Михаил Коробов. У них своя школа, школа текста-глаголица. После занятия не спешим отпускать гостей и записываем интервью. В роли корреспондента наш ученик Екатерина Арсентьева. Литература, которую вы прочитали в школе, помогает вам в написании текстов? Да. Нет, да, помогает. Правда помогает. Мой любимый автор Максим Горький. Я перечитала очень много его, много раз. И мне кажется, вот именно это мне помогло. Как долго вы пишете хороший текст? Мне кажется, нет плохих текстов на самом деле. Есть черновики. Первый звонок в школе блогеров. Такое событие не смогли пропустить даже те ребята, кто находятся за пределами Перми. На мастер-классы приехали ученики из Краснокамска и Александровска. Остальные наблюдали за происходящим в прямом эфире. Новый выпуск программы смотрите в четверг в 20.10. Анастасия Петухова, Александр Наприенков, телекомпания «Ветта». Покатти!